Для начала покажу вам мою группу. Это группа моих сотрудниц Болонии. Это те реальные люди, которые и сделали ту работу, которая дала нам эти данные. А это моя любимая модель. Вы видите женщину, вторую справа. Ей 106 лет. Она радуется жизни, она читает без очков. И это те люди, которых мы обожаем. Потому что они могут жить здоровой жизнью. Они в хорошей физической форме, и они радуются этой жизни. А теперь давайте я изложу некоторые теоретические соображения. Как многие из предыдущих докладчиков говорили, старение можно считать мозаичным явлением. Потому что если кусочками пазла рассматривать клетки людей, если это все рассматривать как единую картину старения, то каждая органелла, каждая клетка стареет со своей скоростью. И, возможно, в этом и заключается одна из причин того, почему старение можно рассматривать как системную ситуацию. И, кроме того, важно понимать, в каких рамках мы это рассматриваем. А рамки — это генетика, эпидемия, генетика, стахастические соображения. Мы о стахастичности мало знаем. Остальные три компонента нам немножко лучше известны. Я предлагаю уже несколько лет о том, что фенотип постаревших людей является результатом способности тела отвечать или адаптироваться к накоплению нерепарированных макромолекулярных процессов, которые наносят вред организму. Да, это такая антагонистическая плеотропная теория, которая, конечно, основана на ремоделировании, которая основана на фундаментальных биологических ответах, таких как репарация ДНК, паптос, иммунный ответ, воспалительный ответ. И это позитивно для выживания и до репродуктивного периода. И, соответственно, я предложил то, что я назвал ифламэйджинг, то есть воспалительное старение, скажем так. Джуди об этом говорила уже о том, что воспаление является одним из крупнейших движущих сил стареющего фенотипа. И поэтому мы можем взять в качестве примера ремоделирования, который является очень мощным фактором поражения организма на старших этапах жизни. И мы видим, что фенотипы долгожителей, он совершенно неожиданно очень сложный, потому что это смесь адаптивной силы, силы адаптации и аккумулирующихся слабости. То есть у долгожителей есть генетический риск аллели для большинства возрастных заболеваний, несмотря на то, что они обладают потрясающей способностью либо избежать их возникновения, либо отсрочить их наступление. Я, наверное, первый из первых, кто предлагает то, что у долгожителей это именно так, особенно если мы берем варианты B53, которые предрасполагают к развитию рака, и что они присутствуют, и как мы показали это несколько лет назад, они присутствуют у женщин-долгожительниц, у которых не было такого вида рака, а именно рака груди. Недавно мои коллеги и друзья из университета города Лайден в Голландии также показали на примере широкой ассоциативной программы исследований было показано, что риск аллели заболеваний не сокращает долголетие. Кроме того, мы много лет назад уже показали, что долгожители имеют гипофункцию щитовидной железы. Это Стефано Мариотти, Клаудио Франчески, Андрео Косарица и Алду Пинкера, мои итальянские коллеги. Вместе со мной мы написали о стареющей щитовидной железе, и что интересно, эта тема, она пересматривалась, и данные этого исследования пересматривались, и итальянцы. Другая группа итальянских ученых доказали, что FT3 у долгожителей находится на очень низком уровне, и мы об этом публиковали статью несколько лет назад. Но что интересно, у потомков этих долгожителей, у них те же самые гормональные характеристики. Да, долгожители живут в стрессе, и я написал об этом статью, где показано, что кортизол, CRF и ACTH, они у долгожителей по сравнению с молодыми людьми на более высоком уровне находятся. Но мы также предложили и доказали, что у долгожителей есть воспалительные процессы. Например, такие маркеры воспалительные, как интерлейкин-6, у долгожителей они повышены. Соответственно, здесь намного выше их уровень. Вы видите, у большинства долгожителей действительно очень высокий уровень этого провоспалительного цитокина. Но кроме того, что у них есть воспаление, при этом нет основных характеристик, которые намекали бы на воспалительный процесс. То есть они практически на 100% все имеют такое спортивное телосложение, они все достаточно стройные люди, они не страдают от различных возрастных заболеваний, там, где интерлейкин-6 и провоспалительные цитокины играют свою зловещую роль. И кроме того, вместе с Джузеппе Паулисо из Неаполя мы доказали, что практически отсюда нет инсулин-резистентных долгожителей. По хомоизмерению инсулиновой резистентности, вы видите, мы видим, что оно растет, резистентность растет, но потом она падает после 80 лет. То есть среди долгожителей высокой инсулин-резистентности нет. IGF-1 в плазме, он достаточно низок у долгожителей. Возможно, это защищает их от рака. Это не единственный фактор, который защищает от рака, но инсулин-фактор роста один, он очень важен в этом процессе. Да, у них бывает саркопения, это надо признать. При этом Андрей Бартке говорил о том, что у долгожителей уровень IGF-1 в плазме, в параллоне, коррелируя с полиморфизмами, IGF-1 рецепторами и так далее. Соответственно, это тоже интересный факт. Посмотрите на более свежие данные, которые мы получили в Италии у долгожителей и их потомстве. И мы это сравнили с людьми того же возраста, 70 лет, то есть возраста детей этих долгожителей, но детей, у которых родители не были долгожителями, причем оба родителя не были долгожителями на фоне общей демографии Италии. То есть в данном случае родители прожили не больше средней продолжительности жизни в Италии. Соответственно, что мы видим? Мы видим две группы людей. Первая – это долгожители, более 100 потомков долгожителей, и справая колонка – это потомки родителей недолгожителей. И теперь посмотрите на разницу между этими двумя группами пожилых людей. То есть мы видим, и как им ожидалось, что дети долгожителей, они куда более подвижные, живые, здоровые, спортивные. И это по всем показателям. У них более низкая масса тела, талия уже, индекс массы тела ниже, количество таблеток, которые они потребляют меньше, меньше человек сидит на лекарствах и так далее. То есть по всем параметрам они дают фору тем, у кого родители не долгожитель. Но мы видим, что у долгожителей, у них достаточно высокие маркеры воспаления. Посмотрите, резистин очень высокий, фибриноген высокий, амилоид сувороточные тоже высокий и так далее. Но при этом у долгожителей адипонектин на высоком уровне, а он намного выше, чем у их детей или других нормальных людей, не из семей долгожителей. Поэтому, как и Андрей Бартки говорил об этом, это может играть большую роль в том, что они долго чувствуют себя здоровыми и активными. Что интересно, нет крупного различия между потомками долгожителей и потомками недолгожителей по этим параметрам, кроме как по уровню IGF-1, потому что здесь он 138 у потовков недолгожителей, и где-то 72 нанограмма на миллилитр – это у детей долгожителей. Соответственно, опять-таки, по этому параметру тоже потомки, то есть дети долгожителей, они прочнее, скажем так, детей недолгожителей. Одна интересная свежая публикация была в марте этого года. Буквально сотни авторов участвовали в этом, и они нашли новый локус уровня адипонектина, и как они влияют, эти новые локусы, на диабет второго типа и на профиль метаболический. Этот анализ делался на очень большой популяции пациентов, более 45 тысяч человек в разных странах, то есть разных этнических групп. Все, что я вам сказал, это все очень-таки хорошо вписывается в тот сложный сценарий, о котором я здесь пишу. Воспалительное старение и предотвращение воспаления, связанных с ним старений. То есть здесь важен и антипротивовоспалительный ответ организма у долгожителей. И при этом мне хотелось бы упомянуть буквально несколько из них. У долгожителей очень высокий уровень антипротивовоспалительных молекул, которые циркулируют. Это фактор роста опухолей бета, кортизол, это я вам показывал. Также антагонист рецептора интерлекина-1, тоже высокий уровень. Ну и антиподниктин, как вы видели в предыдущей таблице. Мне хотелось бы закончить этот сценарий, разговор о фенотипе долгожителей, показав вам эту публикацию, которая вышла слишком рано, наверное. Потому что здесь сказано, что у гемопоэз в здоровых старых людях и долгожителях ответ CD34 плюс клеток на гемопоэтические факторы роста и ремоделирование цитокиновой сети. И мы видим, что у долгожителей количество клеток CD34 плюс стволовых клеток периферийной крови сокращено. Но при этом их способность дифференцироваться в эритроциты, гранулоциты, мегакариоциты очень сильно отличается от того, как это обстоит у молодых людей, когда эти клетки помещаются в оптимальную культуру, то есть в оптимальной среде. И в ближайшие годы группа Тома Ранда в Стэнфорде пришли, в принципе, к тому же выводу. Выводу о том, что очень важно, в какой среде протекает процесс, потому что среда влияет на эффекты и способности стволовых клеток, а не сами стволовые клетки диктуют организму, что и как делать. Да, мы доказали, мы уверены в том, что клетки долгожителей, они очень жесткие, они могут стать каннибалами. Посмотрите, когда долгожители голодают, то начинается ксеноканнибализм. Посмотрите, при голодании они начинают пожирать другие клетки. И этот ксеноканнибализм или самопоедание, оно наблюдается только в клетках долгожителей, но не в клетках молодых людей или просто пожилых людей. А этот эффект, то есть то, что долгожители, они с одной стороны становятся все более крепкими, а с другой стороны в них накапливается вот эта хрупкость, слабость. Это описывается и демографами, кстати. Например, смертность начинает падать, начиная с 80-85 лет. То есть это уже не идет по кривой Гомперца. То есть сейчас люди старше 80-85 лет умирают реже, чем раньше. Может быть, это благодаря адаптации к стрессу, к которому они привыкли в течение жизни. Итак, сейчас давайте вернемся к самой теме моей презентации. Различные омики, науки последних лет и старение. Мне хотелось бы упомянуть в этом сценарии воспаления и старения, и их связи. NFKB — это очень сложное понятие, в котором и молекулярная биология, которая вещь очень непростая, она дает такую интересную картину. Посмотрите, какие комбинации в процессе транскрипции возникают, и какие транскрипционные факторы здесь действуют. Мы недавно начали заниматься интерактомикой. То есть цель этого — идентифицировать, интегрировать все протеины, которые на основе опубликованных статей взаимодействуют напрямую или костюм в процессе старения. И посмотрите, как выглядит интерактома NFKB. Она очень сложная сама по себе. А теперь посмотрите немножко подробнее. И на что она похожа? Она похожа на галстук-бабочку. То есть нам это показывает, что сигнальные пути, они идут именно вот по такой траектории. Если возникает иммунный ответ или активизируются важные клетки, то много стимулов воздействует на клетки, и клетки должны интегрировать все стимулы для того, чтобы высвободить очень четкий адресный ответ. И, естественно, здесь надо понимать, что есть клетки и молекулярные сигнальные пути, которые интегрированы в этом процессе. Просто мы должны понимать, что это функциональная единица тела, которая работает. И этот ответ, он адресный, таргетный, и он может дать обратную связь, то есть эффект обратной связи. То есть он может изменить активность центра этой конструкции. И что интересно, мы обнаружили, что интерактома NFKB имеет именно такую архитектуру по форме, как галстук-бабочка. 622 белка в этой интерактоме есть, которые мы выявили. Они продуцируют, помимо прочего, 384 белка. И при этом в этой сети обратной связи есть 49 белков. Но идея такая, что это идет по функциональной архитектуре, которая имеет форму галстука-бабочку. Итак, генетика и демография. Я хочу начать с цитаты статьи, которую мы написали вместе с Анатолием Яшиным, известным еще одним демографом Джин Билл. Это очень важные вопросы, поскольку нам нужно понять, что происходит с демографической, генетической точки зрения. То есть, с какой частотой гены и полиморфизма генов участвовать в процессе старения и долголетия. И могут ли они идти не только по монотонной траектории, то есть не просто по прямой траектории, но и по траектории вогнутой или выгнутой. И еще одна интересная вещь. Почему я говорю еще о демографии, не просто о статистике? Потому что реальность показывает, что у нас в Италии с севера до юга у нас увеличивается количество долгожителей, особенно соотношение между количеством мужчин и женщин-долгожительниц. Понятно, что количество женщин-долгожительниц в 6 раз превышает количество мужчин. Долгожителей в центре Италии женщин в 3 раза с половиной больше, чем мужчин-долгожителям на севере в 2 раза больше. Если взять Сардинию, например, мы собрали данные по долгожителям, за которыми мы наблюдаем последние 20 лет, и мы нашли вот эту синюю зону, в которой очень исключительно долголетием отличаются мужчины. То есть у них один к одному соотношение мужчин и женщин-долгожителей, что очень необычно. То есть демография, популяция, она тоже должна в нашей работе учитываться, причем значительно. И хочу вам еще показать многие интересные генетические данные, которые мы собрали в рамках проекта GIA. Это проект генетика здорового старения. У нас было 25 партнеров в европейских странах. В 11 странах мы проводили рекрутинга. И вот они, эти данные. 2568 пар сестер и братьев старше 90 лет. Причем я говорю не обязательно два брата, две сестры, а их могло быть больше братьев и сестер в семье в этом возрасте. И посмотрите, как интересно это выглядит. ДНК мы получили практически от 11,5 тысяч человек. Мы контролировали сам ДНК. Дизайн исследования позволяет два вида генетического анализа осуществить. Первое – это анализы, в котором пары братьев и сестер рассматриваются по отдельности. Это анализ ASP. А второе исследование – это ассоциативные исследования по генам-кандидатам, которые помогают сделать сравнение с молодыми пациентами из контрольной группы. Например, анализ связи рассматривает совместное наследование хромосомальных регионов с такой чертой долголетия в семье. То есть по частоте аллелей и по пропорции аллелей, которые общие у потомков долгожителям. Мы проводили тесты, чтобы понять, насколько братья и сестры долгожители это унаследовали, скажем так. То есть болеют болезнью долголетия. И мы проверяли, насколько у них больше общих аллелей, чем у других. И мы собрали эти пары, и не только пары, братьев и сестер долгожителей. Мы получили больше 6000 СНИП, мы исследовали 2000 из них, 18 пар братьев и сестер из этих стран, как перечислено в таблице. И данные показывают вот что. Есть очень сильная структура в этой популяции. Вы видите три четких кластера. Первый кластер — это страны Средиземноморья. А, извиняюсь, нет, это Финляндия. Вот он, первый кластер. Они вообще стоят особняком. Второй кластер — это северные страны. А третий кластер — это Италия, Греция и Сардиния. Это страны Средиземноморья. Сардиния, она, в принципе, показала самые экстремальные данные. То есть вы видите, такую структуру популяции надо учитывать, когда мы говорим о долголетии. Посмотрите, геномная связь, которая показывает. И здесь очень четко эта связь прослеживается. И посмотрите, пики есть в 14-й хромосоме, в 17-й хромосоме, и два пика в 19-й хромосоме. И пик в 19-й хромосоме справа совпадает с тем местом, там, где находится АПЭ. И это, возможно, даже связано с этим. И что интересно, эти данные по сцеплению, они, в принципе, еще не обработанные данные. И желтым показаны данные, если учитывать возраст пар братьев-сестер. Это, в принципе, о том же, но здесь говорится о том, что желтые и зеленые линии, они дают нам более сильные сигналы, которые исходят из северных стран Европы. А синие и красные – это картина по странам Южной Европы. И что мы видим? Люди с севера, то есть братья-серсты, дорогие жители Северной Европы, они больший вклад несли в эту общую картину. Кроме того, мы провели генетическое исследование, это широкий геномный анализ, используя 1228 человек из Дании, Голландии, Франции, Италии, Великобритании. Мы сравнили их с двумя тысячами молодых здоровых людей из контрольной группы, и мы что увидели, что в Дании исследование оказалось очень подробным. И что интересно, мы увидели связь между генотипом, вариантом алипопротеина и хромосомным набором у долгожителей. Что еще интересно, генотип всех участников этого исследования с таким генотипом, то есть с Эпсилон-4 вариантом алипопротеина, мы увидели, что это риск-фактор для деменции, болезни Альцгеймера и сердечно-сосудистых заболеваний. В Европе, посмотрите, у финнов 22% финнов относятся именно к этой группе, в Дании 17%, в Голландии 16%, а в Центральной Италии 4%, 5% на Сардинии. Мы знаем, что алипопротеин Эпсилон-4 это универсальный риск-фактор, и у пациентов с болезнью Альцгеймера, с деменцией, у них выше частота, то есть чаще встречаются алипопротеин Эпсилон-4, чем у другой популяции. Недавно мы опубликовали данные по сравнению пациентов со спорадическим проявлением Альцгеймера и сравнили их с контрольной группой, и мы видим, что популяция среди пациентов с Альцгеймером 23% имели Эпсилон-4 варианта алипопротеина, и это та же частота, которую мы видим и у пациентов с Альцгеймером в Италии. И тут действительно очень много вопросов, на которых и пока нет ответов. Сами понимаете, здесь вообще непросто понять, что происходит при такой картине. Поэтому в заключение мы определили 4 хромосомных региона, которые связаны с долголетием. И это первое исследование, которое показывает связь с долголетием, сцепление в этом генном локусе алипопротеина. Соответственно, общие варианты, похоже, не вносят свой вклад в пике сцепления в плане наследственного долголетия. Сейчас очень много исследований по митохондриальному ДНК, потому что у нас есть два типа вариабельности. Первое – это у нас следованные от матери, а второе – это соматические. И, естественно, здесь есть какая-то перекрестная связь между двумя геномами. Митохондриальная ДНК на 16 569 пар оснований и при этом 37 генов. Но при этом есть контрольные регионы, которые очень важны в плане транскрипции и репликации митохондриального ДНК. Они не содержат гены, но все остальное там очень сильно компактно в этом митохондриальном геноме. И я помню, и хочу напомнить вам, что митохондриальная ДНК наследуется только от матерей. И, возможно, это можно отнести, то есть долголетие можно отнести только за счет долголетия матери, получается. Но, что интересно, митохондриальная ДНК состоит из тысяч генов, все из которых находятся в ядре клетки. Соответственно, эта идея, что в ядрах состоят тысячи генов, эта идея имеет право на существование. Поэтому здесь и речь идет о связи между двумя геномами, которых так много объединяет. Нас очень интересует генетическая вариабельность митохондриального ДНК. Мы говорим о различных группах, о наследственных причинах и соматических причинах генетической вариабельности митохондриального ДНК. И мы также обсуждаем энтероплазмы. Митохондриальная ДНК и долголетие. Мы опубликовали несколько бумаг об этом. Я так думаю, что очень многое из этого связано с долголетием. И в частности, мне хотелось бы показать вам, что сейчас у нас генотип митохондриального ДНК. Он у нас на большой популяции участников исследования исследовано. И что интересно, известно, что есть большие географические вариации генетики. Мы опубликовали работу, в которой предложили, что соматические мутации в контрольном локусе выше среди долгожителей старше 90 лет. Но при этом, возможно, есть и какой-то правокомпонент генетики. Потому что если мутации одинаковые у обоих братьев или сестер, то это может быть так. Это, кстати, связано с тем, что мы раньше опубликовали на эту тему по той же теме, когда мы начали с исследования 100 долгожителей и 100 их потомков. Теперь у нас больше тысячи полных секвенций митохондриального ДНК. И мы делаем больше и больше. И здесь я просто хотел вам дать представление о том, что вы можете увидеть. Это данные по больше, чем 370 парам братьев и сестер из Европы в возрасте 90 лет и старше. И вы видите, где происходит накопление мутаций в контрольном регионе, прежде всего, и в том числе в других остальных частях генома. То есть сейчас мы рассматриваем комбинацию генетических данных и ядерного генома, для того, чтобы коррелировать эти данные с фенотипом. Митохондриальные ДНК. Мне хотелось подчеркнуть, что митохондриальное ДНК, оно важно и для долголетия, и для возрастных заболеваний. Недавно было сказано, что вариантность митохондриального ДНК может сыграть свою роль при диабете второго типа. И что еще интересно? Мы нашли корреляцию и нашли разницу не между диабетиками и недиабетиками, а между диабетиками с осложнениями. Основные осложнения диабета, как вы знаете, это нейропатия, ретинопатия, нефропатия и почечная недостаточность, помимо прочих проблем. И вы видите, как эти осложнения сильно связаны со специфичными группами митохондриального ДНК. И то же самое касается болезни Альцхаймера. Посмотрите, мы исследовали 776 пациентов в контрольной группе, 936 пациентов с болезнью Альцхаймера. И мы обнаружили картину, которую мы и ожидали. Генетика и эпигенетика. Эпигенетические исследования, насколько нам известно, происходят в процессе старения. И хочу напомнить, что эпигенетические изменения, их на самом деле много. Но я буду говорить в основном о метеллировании, о том, как оно модулирует функции ДНК, как отключает, включает процессы. И при этом, посмотрите, мы начали с исследования у 25 долгожителей, 25 детей долгожителей, 25 детей недолгожителей, исследования эпигенетического процесса. Тут надо иметь еще, например, долгожителей, чтобы проследить их дочерей. Но это на самом деле найти таких людей уже непросто. Но мы посмотрели на данные по этому из имеющейся популяции, и мы видим, что глобальное метеллирование ДНК сокращается с возрастом. Но дети долгожителей, у них все проходит ближе к тому, как это происходит у молодых, а не у их сверстников из контрольной группы. Мы смотрели алюметеллирование и пиросеквенирование, и мы видим, что с возрастом сокращается степень метеллирования, и опять-таки, что интересно, мы делали профилирование, метеллирование по всему геному, и мы получили следующий результат. Здесь вы видите метеллирование алюминиевым обогащенных секвенций, и это, в принципе, похоже на то, что мы видели раньше, разницу между молодыми людьми из контрольной группы и долгожителями. Но не забудьте о том, что дети долгожителей, они сильно отличаются от детей недолгожителей. То есть здесь мы видим, что у детей долгожителей метеллирование находится в лучшем состоянии. Итак, что мы видим? Метеллирование островков в CPG. У нас здесь большая разница между двумя группами пожилых пациентов. То есть мы это увидели совершенно четко по данным сравнения детей долгожителей с детьми, родителей недолгожителей. Если посмотреть на хромосомы, то здесь неравное распределение. Поэтому получается, что некоторые хромосомы, они показывают вот такую картину, и она отличается между долгожителями и просто людьми преклонного возраста, которые не являются долгожителями и не выходят из этих семей. Для того, чтобы понять о том, что может нам дать эпигенетика, я покажу вам данные по эпигеному синдрома Дауна. Вы знаете, наверное, что здесь у нас три хромосомы вместо двух. То есть репликация 21-я хромосома происходит. Но в любом случае у синдрома Дауна есть нарушение интеллектуального развития, но при этом есть синдром, который приводит к тому, что эти люди, они стареют намного быстрее в плане иммунной системы и мозга. Мы рассматривали 32 семьи. Мы рассматривали родителей с синдромом Дауна, матерей и братьев-сестер с синдромом Дауна. То есть мы смогли сравнить в чистом виде синдром Дауна. И если мы видели, что есть братья-сёстры, среди которых кто-то повыражён, мы поняли, что если мы понимаем, что мы от матери это принимаем, то это на другом уровне. И мы видим, что дети и к матери, у них начнётся что-то, но пока ещё вопрос об этом не стоит. И здесь хочу показать вам, что мы обнаружили. Посмотрите на разницу между синдромом Дауна и синдромом Дауна у братьев-сестёр. Мы могли найти 317 функциональных единиц, которые представляют минимум 3 CPG, которые статистически... И мы это видим после коррекции. То есть мы видим самое большое количество различий. Поэтому если посмотреть на все анализы по CPG, и при этом мы посмотрим, если на общую картину, то мы видим, что эти исследования показали достаточно высокое количество тех, кто страдает от синдрома Дауна. И нет, посмотрите, если сравнить эту картину у матерей и братьев-сестёр, которые не страдают синдромом Дауна, здесь вообще обратная картина. Вот посмотрите, например, у матерей. Какие основные факторы болезни и заболевания? Мы нашли 592, это немало. Но что интересно, мы видим матери, показанные красным, а синдромом Дауна с зелёным. Так что же произойдёт, если вы посмотрите на непоражённых братьев-сестёр и непоражённую мать? И в этом случае, когда мы определили куда меньше функциональных единиц, но они статистически очень важные, значимые, и мы видим здесь гены, которые однозначно метилируются эпигенетическим маркером возраста. И именно так это выглядит. Здесь есть явная разница между их матерью, и это потому, что мы собирали эти данные по этой популяции для того, чтобы увидеть, нет ли здесь перекрещивающихся полей, но нет, их нету. Они очень чётко разделены. И что интересно, если взять первые компоненты, PCI, хронологический возраст, например, вы видите красивую картину, которая показывает, что CPG может быть биомаркером возраста. Мы сейчас будем делать доп. исследование, чтобы понять, так это или нет. И если у меня ещё есть 5 минут, то я бы очень коротко осветил ещё одну очень животрепещущую тему. Здесь требуются сильные, надёжные биологические биомаркеры, которые могут видеть разницу между биологическим возрастом и биологическим состоянием. Я могу показать, что мы разработали вместе с коллегой из университета Генда. Мы опубликовали большое количество статей о возрастных изменениях. И в результате мне хотелось бы... Мы видим здесь, например, сахарную цепочку, там, где у нас 4 аминокислоты, и как это может медиировать, то есть опосредовать большое количество биологических ролей. Сейчас просто нет времени более детально об этом говорить. Гликаны, естественно, они меняют структуры, они напрямую в гене не кодируются. И трансферазы, которые делают своё дело. Это тот метод, по которому они организовали всё в генде. Они отрезали гликан от белка, его назвали, и сделали профайлинг, используя последовательность ДНК. И здесь можно уже несколько пиков определить, и я вам покажу. Только кое-что по первому и шестому пику. Там нужно только 2 микролитра сыворотки для того, чтобы этого добиться. И с возрастом мы видим, что первый пик растёт постепенно, шестой пик понижается. Как интересно, пик 1 растёт, но это те структуры, которые мы могли идентифицировать. И что мы видим? Вы видите эти гликаны без галактозы в конце. То есть, либо есть проблемы с трансферазой галактозы, которые не отвечают, не может провести трансферазу, или что-то, что отрубает галактозу. И интересная корреляция, посмотрите, в Италии люди от 20 до 100 лет жизни. А здесь сравнение между бельгийскими и итальянскими долгожителями. Посмотрите, бельгийцы, итальянцы за 90 лет. Они имеют очень похожую кривую, но есть и разница. Но, опять-таки, она очень сильная. Синдром, кокаиновый синдром, кокейна, который связан с ускоренным старением. И что мы видим? Посмотрите, в очень молодом возрасте там есть свой спред. А это синдром Дауна. Если посмотреть на братьев-сестер и матерей, то у них очень похоже на картину, которая у матери. Это значит, что все эти тесты по тестам мы видим, что они старше, чем другие свои сверстники, года на три биологически. И мы видим, как эта ситуация на рисунке меняется. А это публикация из недавнего ревью, которую мы опубликовали, где можно сказать, что да, мы потеряем два галактоза, но это исследование начала Эльин Слагбом. Мы продолжили вместе с здесь вы видите агалактозилированные Ай-Джи-Джи, может играть провоспалительную роль, потому что манус, связывающий протеин, он может активировать. Мы при этом видим агрегаты антител, пресс собираются, и это последнее, одно из последних очень свежих исследований. Мы опубликовали вместе с Эльин Слагбом, ребят из Лайденского университета, и также Валерия. И, пожалуй, я думаю, мы на этом можем прекратить. То есть окончательные выводы заключаются в том, что надо объединить данные, которые мы получили по всяким омикам, то есть геномика, протеиномика, и нужна одна общая, все включающая картина. Но это не простая задача, это нам задача на будущее. Спасибо. Спасибо. Что ж, я задал очень простой вопрос. Когда третианин у долгожителей на низком уровне, значит ли это что трофические гормоны гифофиза и трофические гормоны гипоталамуса на высоком уровне находятся? то есть эти гормоны и эти факторы, они хороши для физиологических факторов. очень много общего у животных, у которых ограничено количество принимаемых с пищей калорий. Мы видим одинаковый уровень стресс гормонов, физическая конституция, стройная и другие схожие черты, потрясающие. Конечно, нельзя провести полную параллель, но понимаете, когда достигаешь такого возраста, по этой причине с многих точек зрения, человек, он близок к животным, которые жили на низкокалорийной диете. И это именно то, что мы сейчас проверяем. Мы проверяем это очень осторожно, эту мысль. Спасибо за вопрос, которая очень важна. Игорь Негода, Игорь Негода,